Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Почему мужчины относятся к некоторым женщинам хорошо и уважительно, дарят подарки, возвращают отношениями, делают сюрпризы, боятся их потерять, и с другими постоянно ссорятся, расстаются, не тратятся на них, могут позволить себе уйти и вернуться, как ничем не бывало. В чем фокус при условии, что последний тип женщин хорошо к себе относятся, уважают, любят, то есть это не тот вариант, когда девушка сама на себе экономит. Заранее спасибо. Ну, я думаю, что у вашего вопроса есть, конечно, два варианта ответа. И начать мне бы хотелось с того, что девушка, которая сама на себе не экономит, совершенно не означает, что она не транслирует мужчине такую идею, что к ней можно относиться как-то. С этой точки зрения, женщина выбирает определенного мужчину, но даже выбирая определенного мужчину, она бессознательно транслирует ему то, как нужно к ней относиться. И чего греха таить, она транслирует мужчине мысль о том, что относиться к ней можно не очень. Значит, это происходит не особо. Это происходит совсем не явно. Это происходит незаметно для самой женщины и для мужчины, но, тем не менее, это происходит. Поэтому здесь, в первую очередь, нужно именно вот на это обратить внимание, на то, что я транслирую другому человеку. Вот. Как я это транслирую и так далее. Второй момент. Большая проблема заключается в том, что вы, ну, я бы сказал, значит, сводите как бы взаимодействие мужчины и женщины вот, собственно, к этой истории, к тому, как относится какой-то мужчина к какой-то женщине. На мой взгляд, это прям большая проблема, потому что не мужчина как-то относится к женщине, а человек как-то относится к человеку. И многое проистекает из того, как люди взаимодействуют друг с другом, на каких основаниях люди выстраивают свое взаимодействие, потому что основания эти могут быть самыми разными. Да? Если отношения между мужчиной и женщиной выстраиваются только по гендерному, ну, только по гендерному основанию, если, вот, то само собой именно гендерные основания в первую очередь будут выделять и как бы перетаскивать, что ли, на себя внимание, ну, внимание людей. И это очень часто приводит как раз-таки к тому, что действительно, значит, какой-то образ гендерный, он, скажем так, ну, идеализируется, да, он объективизируется, вот, и становится определяющим в отношениях между мужчиной и женщиной. И можете мне поверить, что это для взаимодействия не очень хорошо. На самом деле для взаимодействия, для построения здоровых отношений ничего из того, что я перечислил, не является чем-то позитивным. На мой взгляд, потому что по ссылке отношения выстраиваются изначально на личностных основаниях уже потом к этому присоединяются, скажем так, гендерные взаимодействия. Вот. Если взаимодействие начинается с гендерного, так скажем, аспекта, момента, если угодно, как хотите это называйте, да, вот, то, на мой взгляд, абсолютно ничего хорошего из этого не получается, а получается из этого только проблема. Потому что люди, ну, я бы сказал, проскакивают тот виток, если хотите, проскакивают ступеньку развития отношений, да, и в общем и целом возникают большое количество вопросов к тому, что между людьми общего, вот, в их конкретном друг с другом взаимодействии. Вот. Больше. Очень важным моментом является то, как сам мужчина относится к женщине, вот, как он ее видит, как он ее воспринимает, что она для него значит, вот. Потому что вариантов-то ведь может быть много, разные мужчины видят разных женщин по-разному, и очень часто может быть такая история, что мужчина взаимодействуя, встречаясь с какой-то женщиной, подсаживается на импринт. Импринт это образное запечатление, когда человек вызывает определенный комплекс чувств, которые определяют то, как человек относится вот, собственно, значит, ну, к девушке, например, вот. Но импринт не является тем, что человек из себя представляет, вот. Это очень важно. Поэтому, на мой взгляд, если вы сталкиваетесь, например, с определенным мужчиной, да, который относится к вам так, как относится, вот, и относится он к вам так, как относится скорее вопреки, да, то есть, условно говоря, никаких оснований для этого нет, да, допустим, то, скорее всего, этот человек находится именно во власти импринта, то есть, во власти некого эмоционального, запечатление, вот, которое оказывает на него, к сожалению, очень большое, очень существенное значение. Вот. И... ну, наверное, можно было бы сказать, что мужчина как бы ни при чем, но нет, мужчина, он, конечно, при чем, мужчина при чем, он не может быть ни при чем, и было бы, наверное, не совсем справедливо сказать о том, что человек здесь ни при чем, но, в то же время от того, что, например, мы будем обвинять, допустим, мужчину, говорить, что вот, он поступает плохо, и т.д. и т.п., он такой плохой, но ситуация на самом деле особо не изменится. Вот. Поэтому, на мой взгляд, куда более важным была бы тенденция не в сторону того, чтобы смотреть на другого человека, как и почему он относится к вот таким образом, а не каким-то другим. Вот. А именно, на мой взгляд, было бы здорово если бы мы обратили внимание на то, что мы сами выбираем, как мы выбираем людей, как мы себя ведем с этими людьми, это было бы, на мой взгляд, очень и очень важно, и гораздо быстрее могло бы помочь какую-то вот проблему, да, решить, и, в общем-то, если вам, ну, если у вас отношения не устраивает, да, в чем-то, как-то, вот, то вам совершенно не обязательно в них находиться. Если же ситуация повторяется, да, да, если ситуация, вот, ну, происходит снова и снова, вот, что, на мой взгляд, нужно, конечно, говорить о неком таком сценарии, вот, психологическом сценарии, поведенческом, вот, который тянется из, ну, тянется за человеком, как правило, из детства, вот, и этот сценарий в данном случае и определяет его поведение, то есть, ваше поведение, вот, поэтому, на мой взгляд, вам и нужно в первую очередь обращать внимание на свою поведенческую здесь модель, но не все в отношении зависит от вас и это тоже нужно, это тоже необходимо учитывать, тоже необходимо учитывать этот момент, потому что если вы, ну, допустим, принимаете все на свой счет, вот, то это, ну, не сделает вас совершенно точно, не сделает это вас счастливой, вот. А, на мой взгляд, еще, на что бы я хотел обратить ваше внимание, это, пожалуй, на то, вот, когда вы выстраиваете отношения, да, то, на что вы ориентируетесь в, ну, построении отношений, да, на что вы обращаете внимание в построении отношений, это важно, потому что от этого тоже много чего зависит. Если другой человек видит и замечает, что его партнер как бы нуждается в, ну, в нем, да, или нуждается, ну, в чем-то нуждается, вот, это что-то по, по мнению человека, да, это что-то может дать, мужчина, например, вот, то здесь, конечно, могут возникать некоторые неприятные коллизии, вот, поэтому крайне важно, на мой взгляд, увидеть, какая ваша направленность в построении отношений с, допустим, мужчинами, да, на что вы ориентируетесь при выстраивании взаимодействии с ними, что вы как-то, вот, считаете важным для себя, вот, и какой вы, допустим, ставите цель, вот. вот, пожалуй, на этот момент, на этот аспект, я бы вам тоже хотел бы обратить внимание, вот, потому что по моему мнению, это очень важно, и вот эти все аспекты, которые я озвучил, все эти аспекты, как мне кажется, и определяют то, о чем вы спрашиваете. Само собой, само собой, что есть вариант, есть варианты, есть различные варианты, есть индивидуальные какие-то особенности, да, у людей и так далее, и просто так, в данном случае, ну, заниматься обобщением, да, мне бы не хотел всех людей грести под одну гребенку, наверное, было бы неправильно, вот, поэтому я думаю, что каждый отдельный случай необходимо воспринимать индивидуально, вот, каждый отдельный случай нужно рассматривать, значит, ну, как-то вот принимая во внимание то, что это может быть что-то такое уникальное, да, это может быть что-то такое индивидуальное и следствием какого-то индивидуального опыта, поэтому проанализировать, да, проанализировать мы можем, ну, пожалуй, только то, что касается к примеру вас, и вряд ли мы можем провести такой анализ с тем, что к примеру касается не вас, да, то есть с тем, что касается, например, там, другого мужчины или типа того, вот, поэтому я думаю, я думаю, что примерно вот в таком ключе можно вам ответить с точки зрения психологии, да, и с точки зрения вот психотерапии, и с точки зрения моего опыта, нужно отдельно наверное сказать, что задавая такой довольно-таки общий вопрос, вы вряд ли в полной мере сможете получить на него ответ, потому что сколько людей, столько и ситуаций, вот, и мы не очень долго рассчитать об этом, вот, но тревожный звоночек, по крайней мере, для меня тревожный звоночек заключается в том, что вы в первую очередь говорите о мужской и женской составляющих, вот, то есть это для меня является тревожным двойночком, потому что, потому что, потому что, а, на первый план, на первый план, всегда выходит личность. А, с этого все начинается, вот, не с мужчиной и женщиной, понимаете, вот, а, если у вас начинается с мужчиной и женщиной, если вы видите себя и вашего партнера, вот, в, контексте гендерной составляющей, вот, то ничего хорошего из этого не, ну, не получится, не может получиться. Вот, и если говорить о том, что, какая может быть в этой ситуации ваша, например, проблематика, да, то я поговорил именно об этом, именно об этих вот вещах, на мой взгляд, это прямо-таки, прямо-таки очень, очень-очень важно. Вот, надеюсь, что, надеюсь, что, я, ну, в той или иной степени смог ответить на ваш вопрос, который вы задаете, очень надеюсь, что вам это было интересно и полезно, вот, я буду вам благодарен за обратную связь, вот, по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу, вот, и позволит вам сформулировать базовые постелаты, да, для, ну, для психотерапии, да, и сформулировать для себя то, в каком направлении вы хотели бы работать с психологом, потому что если ситуация, вот, если ситуация повторяется, вот, то вам, вам нужен специалист, который поможет вам решить эти проблемы и поможет вам выйти, ну, выйти из этой ситуации, да, позволит вам вообще-то устраивать отношения такие, где вам будет хорошо, вот, но для этого потребуется, для этого понадобится вот ваше активное участие, вот, и понадобится, чтобы вы сами хотели что-либо в своей жизни менять, вот, как-то так, желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, вам она пригодится, вот, если вас это беспокоит сильно, то за помощью обращаться не затягивать, всего доброго.